Желаю здоровья, уважаемые украинцы. Провел заседание СНБО. Три вопроса повестки дня. Самое важное, министры Клименко и Камышин представили первые сводные итоги проверки укрытий в регионах нашего государства. Клименко по всей стране, Камышин по Киеву. В целом сегодня рассмотрели ситуацию с укрытиями в областях, районах, городах, которые враг терроризирует наиболее интенсивно. Выводы неутешительные. Почти по всей стране. Это и Киев, и Запорожье, и Харьков, и Днепро, и Конотоп, и Белая Церковь, и многие другие города. Особенно циничная и позорная ситуация в тех городах, которые имеют значительный финансовый ресурс, но, к сожалению, другие приоритеты. Кадровые решения будут. Доступные и надежные укрытия по всей стране должны быть и будут приоритетом для руководителей всех уровней. Безопасность – первый приоритет. Генеральный прокурор проинформировал СНБО об исковой работе органов прокуратуры для возвращения помещений и укрытий, которые были незаконно выведены из собственности общин. На сегодня уже более 400 таких исков по стране. Работа продолжается. Премьер-министр Шмыгаль доложил также о сложной ситуации с состоянием мостов и мостовых переходов. Самые большие города, в частности, Киев, в состоянии откровенно опасное, есть решение СНБО создать комиссию по проверке всех мостов, путепроводов по всей стране. Ответственный за проверку – вице-премьер-министр Кубраков. Второй пункт повестки дня – суды. Вице-премьер-министр Стефанишина проинформировала СНБО о промежуточной устной оценке Еврокомиссии нашего институционального прогресса. В частности, это касается судебной реформы. Сделано действительно много, но рассматриваем это лишь как необходимую основу для наших собственных обязательств перед украинцами касательно справедливости. Очевидно, что кейс уже бывшего председателя Верховного суда и другие подобные ситуации в судебной системе требует более жесткой государственной политики в отношении требований к судьям, ко всем, кто работает в системе правосудия и их ответственности за нарушения, за коррупционное нарушение. Верховная Рада Украины обращалась в СНБО. Сегодня мы обращение рассмотрели. Докладывали председатель Верховной Рады Стефанчук Руслан, глава Комитета парламента по вопросам правовой политики господин Маслов. Итак, предложение усилить уголовную ответственность за коррупционное правонарушение в сфере правосудия. И чтобы это было ощутимо от 10 до 15 лет с конфискации имущества. И чтобы это касалось тех, кто требует деньги, кто берет деньги, кто держит эту систему коррупции на всех ее звеньях. Следующее, должны быть проверки добропорядочности судей, и не только перед назначением на должность. Время может, к сожалению, менять людей, по поводу которых в начале работы в судах было положительное заключение. И считаю, что следует проверять, в частности, с использованием детектора лжи. Очень важно, должны усилить и роль суда присяжных, расширить случаи его применения в Украине. И это не только о народовластии, это и о том, чтобы справедливости стало больше. Отдельно обсудили вопрос о защите прав бизнеса и инвесторов в судах. Это фундаментальная задача. Сильная экономика – это защищенные инвестиции, это гарантированная защита права собственности. Это должно быть. Если нужен отдельный механизм, который будет защищать бизнес, права инвесторов, то должны это обеспечить. Соответствующие предложения есть. Конечно, обсудили задачи, которые должны выполнить до конца года, чтобы полностью реализовать каждую рекомендацию Еврокомиссии для начала переговора во вступлении в Евросоюз. По каждому такому направлению СНБО дал необходимое протокольное поручение. Уверен, все их реально выполнить. Сегодня ровно год, как Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. И в этом году цель – начать переговоры о членстве. Украина свою часть работы точно сделает. Слава Украине! Слава Украине!